Жанр научной фантастики продолжает набирать обороты. Невероятные по нынешним меркам сборы сиквела «Дюны» в мировом прокате – убедительное тому подтверждение. Стриминги также не отстают от современных кинотенденций. Netflix адаптировал китайский бестселлер «Задача трех тел». Disney расширяет киновселенную Marvel и «Звездных войн», а Apple дразнит новостями о втором сезоне разделения. В нашей новой подборке собрали для вас пять жанровых новинок, которые точно придутся по вкусу всем любителям истории про космос, роботов и путешествия во времени. Вышедший в начале мая научно-фантастический сериал «Темная материя» основан на одноименном романе американского писателя Блейка Крауча. Что примечательно, он же выступил в качестве шоураннера. Главный герой, преподаватель физики и счастливый семьянин Джейсон Дэсен волею судьбы оказывается в альтернативной реальности, где у него нет ни жены, ни ребенка. Зато есть странный черный куб для путешествий во времени и пространстве. В попытке вернуться к близким Дэсен проходит через сотни версий собственной жизни, ни одна из которых, впрочем, не оказывается достаточно счастливой, чтобы в ней задержаться. Несмотря на отсутствие приличного бюджета, «Темная материя» способна захватить и удивить самых преданных адептов жанра. Вся соль в необычной концепции, выстроенной на психологизме. Каждая новая реальность в сериале – своего рода зеркало души главного героя, находящегося в эпицентре экзистенциального кризиса. Netflix продолжает расширять картотеку азиатских сериалов, вышедший в начале апреля научно-фантастический хоррор «Паразит серый» от создателя поезда в Пусан, снят по мотивам популярной японской манги «Хитоси и Вааки». По сюжету мир, оказывается, захвачен особо опасной формой инопланетной жизни, способной контролировать тела людей. По всей Корее начинают происходить загадочные исчезновения и убийства. Главная героиня, кассирша Йон Сун Ин, дает паразиту отпор и в итоге становится гибридом пришельца и человека. Корейский сценарист и режиссер Йон Сан Хо. Бесспорно талантливый, но очень непостоянный автор с равным количеством провалов и шедевров. «Паразит серый» в большей степени относится к первым, в меньшей – ко вторым. Имея в арсенале нетленную классику японской манги, Сан Хо все чаще обращается к западным аналогам, превращая сериал в некое подобие супергеройского экшена и шпионского триллера. Поэтому смотреть такое стоит только самым отчаянным любителям фантастики. Амазон в этом году порадовал сериалом Fallout – экранизацией серии видеоигр, созданной Тимом Кейном и Леонардом Боярским. Шоураннерами проекта выступили создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Действие шоу разворачивается через 219 лет после глобального ядерного конфликта, произошедшего в 2077-м. Главная героиня – жительница подземного бункера Люси Маклин, которая ни разу в жизни не была на поверхности. Внезапное нападение на убежище и последующее похищение отца Люси вынуждают ее отправиться на спасительную миссию. Отравленная радиацией планета оказывается местом зловещим, негостеприимным и парадоксально притягательным. Несмотря на очевидные сходства, сравнивать Fallout и одних из нас не приходится. Нолан и Джой демонстративно уходят от мрачного прочтения постапокалипсиса, делая ставку на черный юмор и самоиронию. Сериал Fallout во всех отношениях беспощадный, но за этой беспощадностью всегда следует счастливая концовка. Стартовавший на платформе Apple сериал Санни также совмещает научную фантастику и черную комедию. В основу сюжета лег роман ирландского писателя-эмигранта Колина О'Салливана «Темный мануал». Главная героиня, живущая в Японии американка Сьюзи, тяжело переживает потерю любимого сына и супруга. Оба бесследно исчезают в результате авиакатастрофы. В попытке поддержать убитую горем женщину, руководство мужа присылает ей робота нового поколения по имени Санни. По ходу дела Сьюзи узнает, что Санни был разработан ее второй половиной. Более того, женщина убеждает себя в том, что супруг и сын на самом деле живы, но где-то скрываются. Не без помощи робота Сьюзи начинает собственное расследование авиакатастрофы. У шоураннерки Кэти Робинс вышел лихо закрученный конспирологический триллер, который слишком уж часто обращается к штампам, а оттого немного утомляет. Но чего у Санни точно не отнять, так это остроумных диалогов и японского колорита, которые не так уж часто встречаются внутри одного сюжета. Еще одна новинка Эппл. Созвездие с Нумерапос и Джонатаном Бэнксом основано на принципе суперпозиции, одновременном существовании двух одинаковых частиц. По сюжету женщина-астронавтка Джо Эриксон чудом выживает после катастрофы на МКС, но после возвращения на Землю понимает, что все вокруг абсолютно чужое. Повествование Созвездия условно поделено на две части. В первой показана старая жизнь Джо, а во второй – новая. Разрываясь между двумя мирами, главная героиня постепенно сходит с ума и теряет связь с реальностью. Как и сериал Санни, Созвездие тяготеет в сторону конспирологического триллера. Джо оказывается в паутине многолетнего заговора НАСА, ИЗА и Роскосмоса. Сериал можно начать смотреть ради могучих космических декораций, но из-за расплывчатого сюжета его можно без сожаления дропнуть. Долгосрочных отношений с Созвездием при любом раскладе не получится. Шоу закрыли после первого сезона. Редактор субтитров А.Семкин